Микс Ньюс Это программа Абонент доступен, в студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин, с нами на прямой связи, депутат Госдумы Российской Федерации от партии «Единая Россия». Виталий Милонов, Виталий Валентинович, здравствуйте. Слышите? Здравствуйте, да. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9, код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 230-6191. Сегодня в период, когда страны Евросоюза и Россия, в том числе, закрыты на карантин, как вы оцениваете ситуацию с коронавирусом, с COVID-19, пугает ли он вас? Ну, пугаться коронавируса не надо. Даже если это и серьезная проблема, то бояться ее не надо. Русские вообще не боятся никого. Но, конечно, ситуация серьезная, и у нас в России предпринимаются совершенно беспрецедентные меры по профилактике. Ведь у нас нету пика заболевания, слава богу. У нас единичные случаи. Вот для того, чтобы это не стало, как в Италии или во Франции, там, в других странах, мы решили заранее обезопасить наших людей. И даже в Госдуме у нас жесткие карантинные меры. Сегодня закрыли даже буфеты в Государственной Думе, чтобы, не дай бог, никого не заразить. Ну, вот, некоторым очень странным кажется, что на такой большой территории, как Российская Федерация, всего лишь, ну, и слава богу, что по официальным данным сообщается, что более ста только зараженных от коронавируса. Все-таки некоторые находят в этом, ну, скажем так, недосказанность со стороны властей. Что можете по этому поводу сказать? Ну, просто Европа же... Давайте вспомним, что Европу недавно опять наводнили мигранты. Там же Европа не контролирует доступ людей на свою территорию. Там толпа людей из Турции бежит там с дикими криками через Грецию и другие страны дальше по континенту. И, конечно же, вот эта пресловутая, так сказать, свобода, она оборачивается тем, что обычные люди страдают. И Россия, все-таки, в силу определенных специфик и причин, мы не были в числе тех стран, которые были впервые инфицированы. И самое главное, что у нас нету таких серьезных чайна-таунов, как есть в Америке и в других странах, где компактно проживает китайское население, которое постоянно приезжает и уезжает. И мы сразу остановили поток туристов из Китая, мы закрыли границу. Это тоже серьезно повлияло. Например, Петербург, который наводнен китайцами, они везде. Он сейчас совершенно пустой, без туристов стоит, потому что китайцев нет вообще. Ну, Всемирная организация здравоохранения призвала как раз не давать вирусу национальности, не называть его китайским вирусом, дабы не было никакой дискриминации в обществе, опять же, в отношении... Так, слушайте, причем здесь мы же не говорим про китайцев. Мы говорим о том, что вирус пришел из Китая, поэтому если мы нормальные люди, мы не обвиняем кого-то. Мы просто говорим, что если очаг эпидемии вспыхнула в Китае, соответственно, граждане, которые являются потенциальными носителями этой эпидемии, они временно как бы не допускаются. Это не национальное высказывание, а высказывание абсолютно медицинское и научное. Так что не надо быть лишне толерантным. Сами бедные несчастные жители Ухани, провинции, они совершенно не виноваты в том, что у них эта проблема случилась. Мы благоуим сочувствуем. Ну, в РПЦ не раз призывали изменить таинство в некоторых храмах, и в итоге пошли на этот шаг во время причастия и так далее, чтобы снизить возможный риск заражения. Согласны с этими мерами предосторожности? Ну, там никакие правила серьезно не поменяли. Есть некоторые послабления, есть рекомендация протирать лжицу спирт с содержащим раствором. Но ведь так, как это сделано в странах Прибалтики, или в Казахстане хотят сейчас закрывать церкви, или в других странах, это, конечно, мы никогда не пойдем. Благослужения должны продолжаться, потому что, если богослужения не будет, если народ отвернется от Бога, то Бог отвернется от народа. Совершенно понятно. И статья истории России неоднократно показывала, что именно духовное объединение людей... Да, Виталий Валентинович у нас пропал сейчас куда-то. Мы напомним, телефоны прямого эфира в нашей студии, уважаемые радиослушатели, 672-12-93-9 и 672-13-93-9. В основном Виталий Милонов с нами на связи. Можете продолжить мысль, или вы уже закончили свою мысль? Нет, так что вы говорите, что в России серьезных изменений нет, но богослужения, ну, кто хочет, тот может использовать одноразовые ложечки. Ну, я не очень большой сторонник этого метода. Если нужно, можно протирать и лжиться каждый раз по сопричастникам. Хотя, я считаю, это избыточно. Но мы видим, что в разгар эпидемии в Петербурге тысячи верующих прикладывались к мощам Иоанна Крестителя. Считаете, что это все-таки разумно, несмотря на то, что Всемирная организация объявила пандемией, но и так или иначе, и Россия тоже в зоне риска. А тем более пожилые люди, которые являются, как известно, основными прихожанами православных храмов. Так это нормально. Дело в том, что почему это непонятно для либералов? Потому что их бог с рогами и копытами, естественно, он их ни от чего защитить не может. И помочь им никак не может. Поэтому если либералы будут прикладываться к своим мощам, к копыту какого-нибудь беса, то, естественно, они заболеют и сифилисом в том числе. Святые мощи обладают, ну, это сложно сказать, метафизическими качествами. Свойственные. Поэтому для православного человека это важнее всего. Никто никогда не ограничивал мощи, и они существовали сквозь эпидемии, сквозь напасти и так далее. Но никогда не доходило до того, чтобы закрывать мощь. Это недопустимо, я считаю. И люди делают это добровольно и осознанно. И никто еще не заразился. Вот что дело. А вот от того, что в Макдоналдс ходят, заражаются. Или Кока-Колу пьют. Вот это лучше не делать. Понимаете? А мощи все отлично. На ваш взгляд, насколько обоснованное решение на данный момент не отменять голосование по поправкам Конституции, которое запланировано на 22 апреля? Ну, дело в том, что поправка голосования – это же такой процесс длительный, и он приходит в течение дня. И на сегодняшний день, если следовать рекомендациями, которые высказывает семейная организация здравоохранения, российский Минздрав, то можно организовать так, чтобы не было большой толпы людей на участке. То есть в течение дня, чтобы люди приходили, они были разнесены друг от друга, там эти кабины для голосования. Много пенсионерам как раз, вот президент сказал, что можно организовать надомное голосование, как это делается. Поэтому никаких проблем не будет пока что. Но, опять же, ситуация динамичная, мы должны отслеживать. Если ситуация с пандемией станет таковой, что нужны будут какие-то изменения, то секретарь президента вчера уже сказал, что этот вопрос тоже будет изучен. Никто не будет делать голосование во вред населению. Это точно. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Лариса. Да, Лариса. В Библии, в Луке 21.11 написано, будут сильные землетрясения, и в одном месте за другим будут эпидемии и голод. И вот некоторые люди говорят, что это действительно уже признак конца и близость конца, то есть апокалипсис буквально уже грядет. Как вы к этому относитесь? Спасибо. Да, спасибо вам. Такие версии звучат. Я помню, адвентисты седьмого дня, протестантская такая, для нераминации, они вообще считали, что в какой-то определенный день будет конец света. Но уж если углубляться в это, то хочу напомнить, что в том же самом апокалипсисе сказано, что если кто-то вам скажет, что вот там уже пришел Христос, второе страшное пришествие, не верьте, не идите туда, ибо там будет не Христос, а Строма. Никто не знает. Будет как гром соединение. Отключился у нас на этом. Нет, никуда не отключите, все включили, все нормально. Да, можете продолжать. И снова Виталий Милонов отключился от нас. Но мы надеемся, что он сейчас вернется. Да, про апокалипсис хотелось бы. Да, я вернусь, все нормально. Да, только вы... Да. Мы вас видим. Ну что с апокалипсисом у нас, Виталий Валентинович? Не-не, все хорошо. Вот те люди, которые пытаются найти признаки апокалипсиса, они должны понимать, что апокалипсис — это не внешний, это внутренний. Пусть они внутренне будут готовы к страшному второму пришествию. Избегает греха, и тогда, наверное, все будет хорошо. Помереть-то все помрут, понимаете? Главное, как кто будет жить. Ну кто-то сейчас говорит с, наверное, таким опасением о втором пришествии Путина, потому что он, как известно, обнулен, и теперь его будет второе пришествие, но уже обнулившийся Путин. Многие воспринимают это критически. Как вы относитесь? Я отношусь к этому так, как должен относиться любой правозащитник, каковым я являюсь. Ведь никто не утверждает, что Путин должен еще раз выбираться, или не Путин выбираться. Вопрос выносится на всенародное голосование. Это как раз, извините, мне кажется, это, по-моему, высшая форма демократии, народное волеизъявление. Никто, ни Госдума, ни Совет Федерации априори не проголосовали и не утвердили это. Это вынесено в качестве вопроса для обсуждения с людьми. И если мы хотим узнать точку зрения людей, то единственный способ это у людей спросить. Это то, на что не идут многие, кстати, западные демократии. Мы хотим спросить, вот есть такая ситуация, как мы к этому относимся? Мы знаем, что это гораздо лучше и честнее, чем, предположим, когда муж, который, так сказать, секретаршей своей кое-чем занимался в кабинете, потом жене передает пост. Это вот Соединенные Штаты. Но вот если бы это в России было бы, все бы, наверное, возмутились. В Америке это нормально. Ангела Меркель. Я не помню уже, когда был до нее кто. Уже все забыли, кто был до Ангела Меркель. Стрейдер. Стрейдер. Стрейдер, да. Стрейдер неплохой человек был. Но, тем не менее, я образно говорю, что это нормально. И спросить у людей, наверное, а кто, как не люди, должны определять, кто будет и как выбираться в стране. Если люди скажут нет, значит нет. Никто, никакие предустановки не спускает. Если люди скажут, мы не хотим изменения в Конституции, значит, изменений не будет. Не надо этого бояться. Но дело в том, что наши критики, либералы, они боятся даже потенциального Путина. Они боятся, потому что, я не знаю, что если Путин будет баллотироваться, и Путин пойдет, будет снова кандидатом, они проиграют. И проиграют не потому, что есть подвалы Лубянки, кровавый заговор, там, и так далее. Потому что они жалкие, жалкие букашки на его фоне, и реально у них нету человека, хотя бы до сна, который мог бы хотя бы быть микрокопией президента нынешней. Вот это их проблема. Они хотят, чтобы выбить не по-честному из гонки всех людей и самим уже заходить. Но просто у современной российской оппозиции, к сожалению, вообще нет ни одного не скомпрометировавшего себя лидера. Поэтому они пытаются бороться с режимом, как они говорят, не через всенародные выборы, не путем голосования. Ведь мы же говорим, пожалуйста, вам не запрещено участвовать в голосовании, призывайте голосовать против поправок конституции. Они не хотят, они знают, что люди, как ни печально для либералов, они сделают другой выбор, потому что люди, они имеют другую точку зрения. И какая-то консолидированная оппозиция выизбута, она не отображает ситуацию в обществе. Вы же не знаете, какую точку зрения выскажут народ и люди, если выборы в России честные, как вы говорите. В этом случае еще неизвестно, что скажет народ. Я же народный депутат, понимаете, я же депутат от людей. У меня 550 тысяч избирателей, которые у меня на округе, где я избран депутатом. Я знаю позицию, ну, будем так говорить, конечно, не каждого человека, но более или менее понятная позиция большинства мне известна. Люди не против этого. Они не говорят, что они завтра будут голосовать за Путина или за кого-то. Они это не говорят. Они говорят, что мы считаем, что вот сейчас, когда опять на Россию навалились, так сказать, вот с этими кучей подстав и провокаций, там нефть обнуляют и прочее, прочее. На Россию сама вышла из сделки ОПЕК. Нам нужна серьезная, ну, серьезная возможность остаться в этой, выжить в этой войне. Когда была война, кстати, в Англии, что-то все забыли про в Роке, и в Америке тоже забыли. Все нормально, так сказать. Люди были столько, сколько нужно. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Виталий Милонов, депутат Госдумы Российской Федерации от партии «Единая Россия» с нами на прямой связи. Вы оставайтесь с нами, будем принимать ваши звонки во второй части. Мы продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин. На прямой связи по скайпу с нами Виталий Милонов, депутат Госдумы. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я бы не хотел представляться. Давай еще тогда анонимно, да. Слушаем. Да, я просто хотел сказать, что прокомментировать немножко высказывание Анны, когда она сказала, что многие... Что многие? ...обнуление Путина. Против обнуления Путина. Критически, я сказала, критически оценили. Многие критически. Многие, вы знаете, в количественном измерении, сколько эти многие? Я думаю, что еще будут соцопросы, я с его субъективного опыта. Вы передергиваете, во-первых, многие это совершенно немногие, а ничтожно... Да, уважаемые слушатели, задавайте вопрос, пожалуйста. Ну а вы не передергивайте, откуда у вас информация, что ничтожно. Мы пока не знаем, пока нет социологических вопросов, которыми мы можем руководствоваться. Я хотел сказать господину Милонову просто его поддержать и сказать, что очень многие здесь, в Латвии, разделяют его взгляды. И что он позвонил на радиостанцию и дает интервью радиостанции, которая далеко так не считается. И вы либерально настроенная радиостанция, которой считаетесь дисплеалом... Слушайте, мы профессиональные журналисты, мы не либерально настроены, не консервативно настроены. Мы стараемся объективно смотреть на ситуацию и быть в оппозиции к своему гостю, даже если мы разделяем его взгляды или не разделяем его взгляды. Вы слушаете меня? Вы не даете мне сказать, вы Милонова перебиваете, мне не даете... Так вопрос, задавайте, уважаемый слушатель, вы уже выходите немного за рамки. Я просто хотел сказать, что я поддерживаю позицию Милонова и полностью разделяю его взгляды. Спасибо вам. Спасибо вам. Мы благодарим за вашу позицию, благодарим Виталию Валентинову, что он вышел к нам на прямую связь. И не он нам позвонил, мы ему позвонили, но спасибо, что он нашел на это время. Да, и спасибо нашему гостю за то, что он делает это уже не в первый раз. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как его зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Мне очень было бы интересно, посещают ли депутаты Госдумы, а именно депутат Милонов, психиатра? Ну, с какой целью вы интересуетесь личной жизнью человека? Это просто очень странное решение принимает и вообще в информационном пространстве Виталий Милонов фигурирует только как какой-то фрик, политик, и вот поэтому интересуюсь. Да, спасибо. Вот сколько людей, столько мнений. Видите, первый радиослушатель вас поддержал, второй же наоборот, он настроен иначе. Самое интересное, что те люди, которые вот, ну, есть и такие люди, и в России в том числе, но те люди, которые пытаются вот как-то так вешать ярлыки, это люди, которые не хотят обсуждать по сути какие-то вопросы. Нужно им какую-то вот придумать какую-то штуку и радоваться. Ну, что ж, в России уважают мнение любого человека, поэтому я считаю, что вопрос так называемого обнуления или возможности баллотироваться еще раз на должность президента, это вопрос, который я не имею права как депутат уже предугадывать. Я не имею права, я могу агитировать, я могу рассказывать свою точку зрения. Она моя, и она искренняя, я это делаю, потому что я так считаю. Но я считаю, что люди должны получать разные точки зрения, и вот одни говорят, что возможно правы те, кто вот депутаты, которые приняли такую формулировку. Некоторые говорят, что нет, все сумасшедшие, всех нужных психиатрам, а вот, так сказать, они лучше знают. Но это же не демократично, понимаете? Получается, мы пытаемся говорить каким-то языком аргументов, говорим, почему мы их считаем так или иначе, а наши оппоненты, они боятся говорить этим языком аргументов, языком цифр, языком фактов. Они говорят, а, все сумасшедшие, все идиоты, ну, тогда давай, наверное, ну, тогда, наверное, поспорить-то невозможно с таким человеком, потому что это не человеческий спор, не спор мнений, а просто, ну, поток оскорблений, и, наверное, никто не будет спорить с человеком, который вот такими аргументами пользуется. И очень обидно, что, к сожалению, мало в России, очень мало, я искренне сожалею, оппозиции, которая бы могла задавать какие-то неудобные, каверзные вопросы, не из разряда сам дурак, а предлагать свое видение, предположим, свое видение выхода из кризиса. Но почему все оппозиционеры, которые себя видят министрами, президентами и губернаторами, почему ни один из них сейчас не готов озвучить позицию своей концепции, ну, как решить вопрос с нефтью, например, с падением цен на нефть? Они же ничего в этом не понимают. Они эксперты уровня социальной сети. И к серьезным вопросам их не дай бог допустить, потому что они же не разбираются в этом никак. И если бы какой-нибудь оппозиционер, известный критик вышел и сказал, знаете, вот я предлагаю такие-то меры, как нам решить вопрос падения цен на нефть? Это было бы интересно, можно было бы с ним поспорить или согласиться, это было бы тоже прекрасно. Так ведь никто же не озвучивает, они все говорят только вот какими-то штампами, мало наложили, там масло положили на хлеб, мало дали денег и все украли. Ну, это аргументация Филиппа, не Филиппыча Пребаженского, извините, а полиграфа полиграфча Шарикова, который вот Филипп Ливич Пребаженский спорить не мог, потому что эта аргументация ну такая вот, ну, нечеловеческая. Еще звонок у нас много, радиослушатели на линии, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, я же, да, слушаю. Получаем максимальное удовольствие прослушивая вот этих странных людей, которые вам тут, ну, которые мы звоним. Конечно, очень приятно. и, конечно, звонки приятные от наших русскоязычных патриотов Латвии, которые всегда поддержат Путина и прочего такого. Вопрос будет у вас? Да, Эйджин, будете давать вопрос? Да, конечно, вопрос будет. Вот 16 января, когда Владимир Владимирович выступил перед там своими этими фриками, так он сказал, что в обществе вырос запрос на перемены. Сейчас продлевает свой срок, обнуляя его, то есть на два. Действительно ли будет выполнен запрос на перемены общества? Или в этом ли были эти перемены, в том, чтобы его еще сохранить на 16 лет? Или нам сколько, 12 лет? Да, спасибо вам. Запрос на перемены. Ну, несмотря на то, что уважаемый радиослушатель попытался сам ответить на свой же собственный вопрос, я бы хотел пояснить, что предметом обсуждения всенародного голосования, которое является уникальным и беспрецедентным проявлением демократии в нашей стране, является не фамилия Путин и не является, так сказать, утверждением, что он будет баллотироваться. Вопросов нет. Мы говорим о том, что может или не может, а вот за кого люди проголосуют в результате следующих президентских выборов, это вопрос, который на сегодняшний день никем не обсуждается. Это вопрос, который является открытым. Возможно баллотироваться Путину или невозможно, это мы обсуждаем. А кто победит, извините меня, там люди говорят, что ближайшие 12 лет, я понимаю, что человек оппонент немножечко, Владимир Владимирович, но он уже сам понимает, что если будет Путин, то ни один оппозиционер не сможет его победить. Вот это беда. И я искренне сочувствую российской оппозиции. Но в конце до концов, ну напрягитесь, ребята оппозиционер, ну подумайте, ну выберите хоть какого-нибудь приличного человека, чтобы с ним было интересно спорить, чтобы это был боец, боец с интересным интеллектуальным уровнем, которого действительно было бы тяжело побороть. Ну что вы в поддавки играете, каких-то шкетов малолетних посылаете, которые, в общем, и биться-то не умеют, только так из рогатки из-за угла стрельнуть. Ну а с Путиным разве можно спорить? Он ведь не приходит на дебаты своей предвыборной кампании никогда с оппозиционными теми же кандидатами, многие из которых не допускают до выборов. Секунду, голосует не Путин, голосуют люди. И сейчас используйте все возможные законные меры, методы и способы для того, чтобы наносить свою позицию. Что вам спорить с Путиным? У Путина есть своя система ценностей и свое понимание, своя философия. Спорьте вы не с Путиным, а спорьте вы с людьми. Убеждайте людей проголосовать за вас. Говорите, какие вы хорошие. Но почему же у нас так получается? Нам не везет в России. Вот в чем дело. У нас оппозиция не говорит, какие они хорошие. Потому что они готовы сделать это, это и это. вывести страну из кризиса вот такими способами. Они только обсуждают Путина, но в конце концов, если они его не любят, что же они его постоянно обсуждают? Пускай они о себе что-нибудь расскажут нам. Я говорю о том, что в рамках демократического государства, о чем вы говорите, сейчас подчеркиваю, что в России демократия, должны быть на предвыборных кампаниях дебаты, где участвуют все кандидаты, президенты, в том числе и Владимир Путин, который... Демократия подразумевает право дебаты. И я считаю, что если человек отказывается от дебатов, он дает фору, дает уступку для своих оппонентов. Они могут это использовать. И говорят, видите, вот там этот кандидат не идет на дебаты. У нас вот свои аргументы. Если бы просто... Ну, так получается, когда соотношение сил немножечко неравное, поэтому Путин, я думаю, сознательно идет, чтобы не задавить людей. Ну, вы представляете, какого-нибудь там кандидата в депутаты из известных нам и Путина, ну, ну, просто некрасиво будет по отношению к оппозиции. Они же раздавлены будут в лепешку. Поэтому, ну, да, вот дали возможность ребятам самим там хотя бы на уровне дебатов почувствовать себя будущим президентом. И никто их не унижает. А может быть, он не идет на дебаты, потому что заранее известен результат выборов? Секунду. Вот для того, чтобы результат выборов заранее не был известен, мы так очень сильно бьемся, кстати, гораздо больше, чем во многих других странах, над тем, чтобы повышать транспарентность избирательной кампании. Да, Виталий Валентинович у нас отключился и сейчас, мы надеемся, снова вернется, снова вернулся к нам. Да. Все нормально, да? Да, 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 вы в эфире, да. Только в перевернутом виде. Да, Виталий Валентинович, вы почему-то в перевернутом виде. Верните. Да, все, нормальное горизонтальное положение. Вы представляете, каково это слушать тем радиослушателям, которые не видят трансляции, а говорят, что кто-то перевернут. В Ютубе можно будет нас посмотреть. Видите, вот нас сбили люди, которые мне звонят, сбили люди. И снова. И снова, и снова. Это приходят смски. У нас в Госдуме очень плохо работает Wi-Fi из-за коронавируса. Он тоже, видимо, у нас в столовке, я говорю, закрыли все, видимо, Wi-Fi не доедает. Поэтому пользуемся мобильной связью, чтобы вот в России отличная мобильная связь, и можно видео там пускать спокойно по телефону. Выборы, мы как раз сознательно пошли на то, и президент сам лично попросил очень известного оппозиционного политика Панфилову, она ни разу не из Единой России, стать председателем Центральной избирательной комиссии. И она хвост и в грибу раскатывает тех, в том числе и членов партии Единой России, и других членов партии, других партий, за то, что они позволяют себе некрасивые вещи во время выборов. И мы очень ценим это, потому что я считаю, что ни Путину, ни кому-то из нормальных людей не нужна нечестная победа. Выигрывать надо честно, тогда ты чувствуешь, что эта победа настоящая. А в поддавке мы прекрасно видим, те страны, которые вместо выборов используют фальсификацию, какие-то, так сказать, флоунские голосования, они же долго, эти страны, не существуют. Посмотрите, это везде страны, где происходят революции. В России революции не происходит, потому что у нас голосование народное, правильное. Я прошел через много выборов, я могу сказать, что то, что сейчас у нас происходит на выборах, с этими жуткими видеокамерами, с этим правом всех, кого не попадет, быть на выборах, так сказать, такого нет нигде. Сидят, смотрят, там невозможно ничего сделать, поэтому не надо думать. Почему от нас обвиняют, что выборы какие-то не такие? Да потому что они голосование не видят свое. Кстати, во Медике тоже, я помню, когда выборы, когда выигрывает не их кандидат, обвиняют, что выборы были там подтасованы. Помните, когда Джордж Буш выиграл? Там же вообще катастрофа была. Пересчитывали, пересчитывали, пересчитывали бюллетени, пересчитывали. И пока не досчитали до нужного результата, не объявляли результаты выборов. Так что насчет прозрачности голосования, в том числе и с использованием иностранных наблюдателей, в России все хорошо. У нас много звонков, примем еще. Здравствуйте. Да, добрый день. Очень коротко, пожалуйста, мало времени. Вопрос такой. Знает ли ваш гость о том, что в Латвии есть неграждане, их более 200 тысяч. Эти люди ущемлены в правах около порядка 80 и более. Да, задавайте вопрос. Про неграждан вы хотите спросить? Да, вопрос такой. Чувствует ли себя Россия виновной к этому, что такая вот неграждан не есть? Да, мы поняли вас. Знаете ли вы, Виталий Валентинович, о негражданах в Латвии? Это проблема нарушения прав человека, безусловно, на очень хорошо известна. На сегодняшний день мы рассчитывали, конечно, что при вступлении Латвии в Евросоюз нормы, заложенные основателями Евросоюза будут распространяться и в Латвии касательно защиты прав людей, которые живут на территории. Но, к сожалению, если ты бывший маджахет или бывший боец ИГИЛ, который, так сказать, прибежал из Турции в Евросоюз, то прав у тебя гораздо больше, чем ты был честный труженик, который своими руками построил заводы и фабрики, электростанции, которые сейчас работают в Евросоюзе. Режим националистический, режим сегрегации, режим... Пришла СМС-ка, вероятно, сейчас Виталия Милонова. Да, Виталий Милонов очень популярен. Человечный режим, который делит людей по национальному признаку, который, по сути дела, следует традиции 30-х годов Германии, он должен быть поменен. И это большая боль. Россия всегда не устает повторять, что главным препятствием развития наших отношений является вот такое несовременное, абсолютно недемократичное отношение к собственным людям. Потому что, получается, если ты негодяй, но умеешь говорить на одном языке, ты как бы хороший человек, если ты отличный человек, ветеран труда, если ты много сделал для своей страны, но говоришь на языке народа, который является в том числе одним из коренных народов этой страны, то ты как бы права не имеешь. В России, например, мы не боимся, хотя в России язык межнационального вообще не русский, у нас полным-полно людей, которые в своей обычной жизни, да и в общем, честно говоря, кроме как на своем национальном языке не говорят, карелы, чеченцы, дагестанцы и прочее, там у нас куча людей, которые говорят только на своем национальном языке, поэтому в Советском Союзе даже паспорт был на двух языках. И это хорошо, это прекрасно. Если человек, ну, так или иначе, какие-то базовые знания он, наверное, русского языка будет иметь, но мы от этого не будем человека гнобить. Если человек родился или живет там 50 лет на территории страны, ну, как можно считать его человеком второго сорта? Это реально плевок в основы, в принципы европейской демократии, который лежит в основе понимания современного Евросоюза, который был основан как раз теми людьми, которые выступали против подобного подхода, и теми людьми, которые пережили ужасы нацизма, Людвиг Эрхотт, Коннота Денауэр, Альчид Дегаспори, которые были отцами-основателями Евросоюза, в гробу переворачиваются от современного подхода, по сути дела, внуков каких-то лесных братьев, которые хотят отомстить тем ветеранам просто за то, что их, так сказать, дедушки не победили, а победила народная власть и был мир освобожден от фашизма. У нас еще звонок, здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Да, очень коротко, Константин, задавайте. Господин Милонов снял с языка по поводу участия Путина в дебатах, которые ведущая задавала. Почему-то демократия распространяется на всех, кроме Путина, но не хочет он участвовать. Это демократично, он не участвует. Почему всем можно в демократии жить, а ему нельзя? Вопрос следующий, Милонов. Недавно буквально прошла новость о том, что спросили туристов из Норвегии на празднование на авиатуре. Да, Константин, видимо, да, Виталий Валентинович, видимо, от вас какой-то звук сейчас очень странный доносится до нас. Слышите ли вы нас? Тишина. Наш был в Думе, все тихо, спокойно. Какой-то внезапный звук Может быть, кто-то подсоединился. Константин, перезвоните, пожалуйста, потому что мы думали, что это от вас идет искажение. Не-не-не, в Латвии связь. Да, вот вопрос, Константин, ваш. Да, вопрос следующий. То есть, люди западного образования понятия не имеют о том, что Освенцам освободила Советская Красная Армия, что результат победы это 20 миллионов жизней и так далее. То есть, в учебниках истории Дании, Норвегии, Галландии. Мы не можем слышать расширенный вопрос. Вопрос задавайте. Вопрос я задаю, не надо меня перебивать. Так, все, Константин, тогда будем вас перебивать. Говорим, что коротко задавайте. У нас три минуты осталось. Задавайте коротко, пожалуйста. Да, ну вот по поводу 9 мая, вероятно, вопрос все-таки то, что планируется ли, что карантин, может быть, вот та история с коронавирусом может, кстати, как-то внести корректировки и в это мероприятие, учитывая юбилейный год победы. Я могу сказать, что никто не будет рисковать жизни и здоровьем наших ветеранов, потому что ветераны являются не более уязвимыми для коронавируса, поэтому, если специалисты, знаете, не публицисты, не политики, а именно специалисты будут выступать. СМС-ка? Виталий Валентинович, слышите ли вы нас? Да, Виталий Валентинович, у нас завис. Мы сейчас вернем. Я считаю, что в деле коронавируса самое опасное это куча мамкиных экспертов, которые сидят и придумывают всякую ерунду. И я считаю, что единственным, кто имеет право высказывать рекомендации на эту тему, является, единственное, это врачи. Врачи-специалисты, вот только они могут говорить. И нужно запретить объявить мораторий на все эти непрофессиональные высказывания, после которых, так сказать, то бумага туалетная требуется, то ее нету, потому что все ее раскупают. Только врачи пусть говорят. Вот я сегодня был, у нас доктор Мясников, выступает, все красиво, спокойно говорит. Вот. И не нужны, так сказать, непрофессионалы. Я не буду высказываться насчет коронавируса, потому что я не медик, и моя рекомендация может быть варьерной для людей. Только медики высказывают. Да, Виталий Иванович, на протяжении эфира у нас уже, к сожалению, время подходит к концу, но вы не раз называли себя демократом и говорили о демократии, но ведь вы регулярно выступаете с инициативами что-то запретить. Как это у вас соседствует, демократия и запрет? Ну, демократия — это мнение большинства. Если я чувствую поддержку людей, если люди за меня проголосовали на выборах, значит, я... То есть, если я чувствую поддержку людей, я высказываю мнение людей, которые меня демократическим образом избрали. И законы — это всегда регулирование. Вот я хочу напомнить, что любой закон говорит о том, что-то делать можно, что-то делать нельзя. Анархия не требует никаких ограничений, анархия влечет к развалу общества. Поэтому законы — это всегда помощь человеку в ограждении его от опасных мест. Вот что такое закон. Это как на эти палки, чтобы лыжник не заезжал, не попал в опасную и во враг. Вот что такое наши законы. Это не ограничение, это предостережение человеку не оказаться в неприятной ситуации, в опасной ситуации, которая повредит ему и его здоровье. Спасибо вам. На этом мы закончим сегодня наш эфир. Время подошло к концу. Депутат Госдумы Российской Федерации Виталий Милонов был гостем программы «Абонент доступен». Эфир провели Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания.